Ваше блаженство, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемый Александр Дмитриевич Беглов, представитель президента в Центральном Федеральном округе, дорогие отцы, матушки, игумени, братья и сестры, я всех вас сердечно благодарю за ваши молитвы, как в сегодняшний весьма значительный для меня день, так и каждый день. Чувствую эту молитву, эту поддержку, опираюсь на полное единомыслие нашего епископата, духовенства и на абсолютное большинство верующего народа. Эта поддержка не выражается ни в в каких цифрах она выражается в той духовной силе, которая реально помогает патриарху снести его служение. Вот сегодня в соответствии с уставом мы читали отрывок из послания апостола Павла к евреям. И одна фраза меня просто поразила. Мы с вами многие читали это послание и этот отрывок много и много раз. Но в том-то и сила Слова Божия, что вдруг неожиданно одна фраза, одно предложение начинает блистать такими гранями, отражать такой силы духовный, божественный свет, что оторваться от них невозможно. Вот и сегодня апостол, говоря о ветхозаветных отцах, об Аврааме, Исааке, Иакове, о примере их веры, переходит к Моисею и говорит, Моисей верой оставил Египет, не убоявшись гнева царского. «И был тверд, взирая на невидимого, как бы видимого». Господи, так и в этих же словах все, что нужно каждому человеку, тем более, что нужно архиерею и тем паче патриарху. Что такое Египет для Моисея, для еврейского народа? Это то место, где они жили, не будучи свободными, но были сытыми и даже в пустыне вспоминали мясо и котлы. А Моисей, воспитанник фараона и его супруги. Он мог бы быть вторым или третьим во всей этой огромной египетско-языческой империи. Чего ему не хватало, все было. Но он от всего этого отказывается, потому что все это второстепенно и даже третьестепенно. Не для всего этого человек живет. И Моисей понял это, и подвиг его отказа был велик. Но он сопровождался не просто мужеством, связанным с отказом от прекрасного, богатого и процветающего бытия земного. Он не убоялся гнева царского. А фараону было за что гневаться. Воспитанник его, его жены, не просто выступает против фараона, он народ свой выводит из Египта. А народ-то ведь, как говорят сейчас, умножал вот этот самый общенациональный продукт. И потеря этого народа была потерей части могущества Египта. Каким же мужеством нужно было обладать, чтобы не просто разорвать узы, связывающие тебя с теплым, обеспеченным, почетным местом в жизни, но и отказаться от поддержки своего учителя, воспитателя и своего царя. Во имя высшей цели спасения народа. Вот все эти слова помогают нам понять и подвиг церкви, и подвиг каждого архиерея, тем более патриарха. Ничто для нас, ни образ жизни, ни какие-то материальные блага не могут и не затмевать самого главного, возглавить движение своего народа, этот великий метаисторический исход навстречу Богу и его божественного царства. И не только притяжение земных богатств, но и никакие страхи перед сильного мира сего не могут и не должны изменить нашему призванию. А почему? Да потому что мы призваны, как и Моисей, быть твердыми и в невидимого видеть как бы видимого. И кто-нибудь спросит, а как же это вы так Бога невидимого видите? А мы отвечаем, вот сегодняшняя божественная Евхаристия и всякая божественная служба в храме, особенно святая литургия, разве не открывает нам зрение увидеть невидимого. А если бы этого не происходило, откуда черпать силы всем нам, людям слабым и грешным и подверженным различного рода внешним воздействиям? Откуда эта великая сила Церкви сохранять свое единство вопреки сильнейшим давлением извне? Откуда эта сила Церкви, способная сопротивляться гонениям, разделениям? Но что самое главное, обрушением на нее различного рода идей, предложений, которые на самом деле в истории несли и сегодня несут огромную опасность для единства Церкви и для дела спасения? Мы черпаем эту силу не от своего разума, не от своего образования, не от своего воспитания, не от своего положения, а только от духовного видения Бога в величайшем таинстве Святой Евхаристии. Я знаю, как эта вера, которая подчас даже нами не осознается, потому что и мы, архиереи Божие и духовенство, ведь тоже вовлечены в суету этого мира. И даже исполняя наш архипастерский долг, как нам много приходится всего делать того, что как бы прямо не имеет отношения к этому видению Бога, к достижению этих самых величайших целей в жизни. Но ведь достигаем цели. Может быть, не так, как хотелось, и многое сделать не удается. Но ведь как будто бы вопреки логике всего исторического процесса мы, как Церковь Божия, идем навстречу и говорим ей, гряди Господи Иисусе. Потому что наше движение не к каким-то конкретным историческим целям, наше движение навстречу Христа Воскресшего, который явится в конце веков и который каждому явится по его земной кончине. Удивительным образом, но то, чем занимается патриарх, архиереи, духовенство, весь народ Божий, это та реальность, которая присутствует и здесь в истории и переходит в эту мета-историю, в жизнь будущего века. Я благодарю Господа за эти семь лет. И когда мне сегодня кто-то сказал, как быстро пролетело время, я подумал, что оно не пролетело быстро. Это было непростое время, но мы не ждем и простого времени в будущем. Но эти семь лет научили меня чему-то тому, что я, может быть, в полной мере не сознавал до вошедствия на патриарший престол. Нет таких проблем и нет таких трудностей, которые бы Бог не помог преодолеть человеку, если человек жаждет этой Божьей помощи. Для меня это были годы решения множества задач, которые стояли перед нашей Церковью. и к решению которых призывал и в том числе и Патриарха по местный собор и последовавшие затем архиерейские соборы. И я вижу, как милостью Божию мало по малу, шаг за шагом, мы все эти обращенные к нам заветы совместно, всею Церковью решаем. И дай Бог, чтобы так было дальше. Я сегодня особенно молился о единстве нашей Церкви, о блаженнейшем владыке митрополите Ануфрии, об епископате Украинской Церкви, которая в тяжелейших исторических условиях сохраняет верность православию через единство, сохраняя единство русской православной Церкви, Церкви Матери, того народа, который вышел из купели Крещения Киевского и который распространился сегодня уже на многие страны. Мы дальше будем молиться за каждой литургией, чтобы Господь прекратил междоуступную брань на Украине, сохранил в единстве украинский народ и особенно Церковь нашу сохранил в единстве, потому что это единство гарантирует все наши народы, в том числе и украинский народ, от поглощения иными силами, от рабства иным идеям и идеологиям. И я думаю, что в епископат украинский, как и весь епископат нашей Церкви, сегодня это ясно понимает. Единство нужно не кому-то одному или какой-то группе иерархов, единство нужно каждому. Архиерею, священнику, мирянину, потому что этим единством мы духовно поддерживаем друг друга, сохраняя возможность осуществлять пророческое служение, неся правду Божию нашему народу. Еще раз я хотел бы сердечно поблагодарить Ваше блаженство, постоянных и временных членов Священного Синода, весь наш епископат, все духовенство, игумен и игумень монастырей наших, наших мирян, особенно нашу молодежь, которая сегодня становится все более активной и принимает на себя все большую ответственность за судьбу Церкви. Я хотел бы поблагодарить также и тех представителей власти, с которыми мы находимся в постоянном диалоге, которые понимают важность духовного развития народа, укрепления нравственных начал личной, семейной и общественной жизни. И дай Бог, чтобы совместными усилиями мы работали для того, чтобы человек становился лучше, чтобы просветлялось его сердце, чтобы укреплялся он доброй волей, чтобы чище становились его чувства. Да хранит Господь Церковь Русскую и все народы, окормляемые ее пастырским водительством. С праздником поздравляю вас и приношу всем сердечную благодарность. Продолжение следует...